Если вы живете в каменных джунглях и душа требует приключений, а времени на это нет, вы можете, как я, приехать на берег Верхесецкого пруда и насладиться. А вот чем? Сейчас узнаем. Но конь, видимо, для нас. Сейчас мы попадаем в такое туристическое пристанище, где вы можете, внимание, это очень важно, доэкипироваться. То есть основная одежда, конечно, от вас. Сегодня у нас шлем для того, чтобы наша умная голова была в порядке, очки, потому что, извините, мы как бы зимой ездим. Ну и, конечно, варежки. Все, одеваемся и покатили. Кататься будем с ветерком, так что максимально утепляемся и готовимся к приключениям. Экипировка, конечно, это все круто, классно, здорово, и быть она должна, но все-таки правила и технику вождения хочется немножко освоить. У нас есть специально обученный человек, которого зовут Влад. Влад, привет. Привет. Расскажи нам немножко, что мы сегодня будем делать, что нас ждет. Ну, мы сегодня будем кататься на таком прекрасном аппарате, называется мотосноуборд. Но есть некоторый нюанс, который нужно знать, поэтому обязательно у нас проходит инструктаж, проходит обучение, и только после обучения мы выезжаем на маршрут. Обучение длится менее 20 минут. Да-да, вот столько хватит, чтобы научиться управлять мотосноубордом. Ездить на такой чудо технике можно даже десятилетнему ребенку, но только в сопровождении родителей. Управлять на самом деле не так сложно, как кажется на первый взгляд. Есть ноги, есть руки, встали, повернули, все. В целом процесс, наверное, обучения вот такой. 10 минут практики вначале и спокойно. Не страшно, безопасно, у вас есть шлем, у вас есть перчатки, тепло. Да, кстати, кажется, что как будто вы можете замерзнуть, вообще ничего подобного. Очень жарко на нем ехать, потому что все тело задействовано. Это не только тренировка, но и путешествие по акватории Верхесецкого пруда. Мы опробовали новый маршрут Урал Мотосноуборд Тур по островам. Наша первая остановка – полуостров Баран. Он совсем небольшого размера, примерно 300 на 100 метров. Известно о нем очень мало, но нам он интересен как место, где можно поупражняться в управлении мотосноубордом. Вот он, Винусский! За несколько часов можно посетить 10 остановок. Остров Плоский, Липовый, Шабур и другие. Но самый загадочный из них – камен. Чисто визуально, это груда булыжников в центре Верхесецкого пруда. Вот этот необычный объект, каменный объект. Похоже на ванну? Да, именно, что похоже на ванну. Если учесть, что сзади меня находится мыс Гамаюн, где таких ванн, и она там не одна. Ну, я так понимаю, что они для чего-то служили. Да, это были либо для отливки металла, либо, как мы тоже можем предполагать, некий жертвенник древних людей. Тем более, что здесь доказано, что древние люди обитали. Поэтому у нас есть вот такое предположение, что это может быть как раз такая чаша. Зимой гораздо быстрее и удобнее добираться до островов. Ведь в среднем скорость мотосноуборда 20 км в час. Но он может разогнаться до 40. За моими плечами 14 лет катания на сноуборде. Могу сказать, что общего здесь только название. Ну, ладно, еще, наверное, позиция, когда ты едешь. Крутая штука. Всем советую, на самом деле, этой зимой окунуться в мотосноуборд. Советую. Но больше похоже, конечно, на мой взгляд, на такой снегоход, который ты можешь управлять стоя. Снегоход – взрывная бандура. А это достаточно компактная, удобная, мягкая, легкая. Можно поделать трюки. Но это уже, конечно, на ваш профессионализм. Я не мог упустить такую возможность и тоже опробовал парочку трюков. Так что, если вы увидите в Екатеринбурге следы инопланетян, знайте, мы к этому причастны. Эти круги можно найти около острова Шабур. Кстати, он отлично подходит для того, чтобы ненадолго остановиться и насладиться зимними видами. Ну, а одна из приятных частей любого приключения – это, конечно, горячий чай. Тем более на морозе мы сделали привальчик на острое антуражненькое. Как ты чай? Вот на природе по-другому как-то он пьется. Хотя я до недавнего времени не буду ценителем чая. Но последние две недели… Нет, пока у меня в голове вкус соляка жареной рыбки. Честно. Попробуем? Ну, пахнет кокосом. И настроение как-то улучшилось. За время нашего путешествия мы преодолели около 15 километров. Время пролетело незаметно. При этом мы показали только малую часть тура по островам. Хотите больше? Попробуйте сами. Вот один из вариантов спортивного отдыха на Урале. Но самое-то прикольное, что мы находимся в центре Екатеринбурга. Ехать никуда не надо. Вышли из подъезда и уже на мотосноуборде. В общем, мне сегодня однозначно было хорошо. Приезжайте на Винский пруд и станет вам. КОНЕЦ КОНЕЦ